Всем привет, с вами Венеша, это канал Хочу Жить. Хотел бы сегодня поговорить о еде, о питании, о том, чем надо питаться, чтобы был более-менее правильный рацион. Многим людям не хватает питания и жиров, и белков. Углевод основал он. Кругом одни углеводы. Печеньки всякие, бафельки, сладости, конфетки, мороженое, пельмени. Все это полуфабрикаты, даже в мясных полуфабрикатах полно углеводов. Потому что делают, хрен поймешь, из чего. Там мяса, но нет натурального. Как вот добавить в рацион жиров, белков, чтобы поменьше проблем было с кожей, с волосами, с ногтями. Эти многие проблемы, которые вот у тех же девушек. У них вот выпадают волосы, сладятся ногти. Много проблем. И они начинают валить все на шампуни, на крема, на маски. Не те, что вот это производитель хороший, а это плохой. А еще-то они там, надо искать глубже, копнуть глубже. У них нет в питании ни жиров, ни белков толком. Из этих пельмени, что там белки, какие сои. Для сплыва прикатывания, там шкурки свиные, или куриные шкурки, кости. Белков минимум, сосиска, колбаси, я понятия не имею, что там напихано. Я ел как-то колбасу, это ужас. Ну, я ее вообще не ем, просто пробовал. Ко мне мама заезжала и угощала колбасой. Я в шоке был от вкуса. Ну, вкус это, мягко говоря, там непонятно, что. Да, пахнет он вкусно. Запах, как вот у советской раньше колбасы. Но когда откусишь, там непонятно вообще, что. Какая субстанция. Мои вкусовые рецепторы уже отвыкли от такой пищи. Вот, что можно, какие продукты. Во-первых, дневное масло, яйца, что в супермаркете еще можно купить. Сало свиное, это животные жиры. Сало, яйца, масло сливочное. Нам уже нужны и те, и другие. То есть, и растительные, это полиненасыщенные жирные кислоты. И насыщенные, это животные жиры. Сыр, масло. Голень куриная тоже содержит жиры. Еще свинина жирная. Баранина. Орехи. Творог. Ну, творог лучше всего покупать на базаре, конечно. Я покупаю нежирный творог, он из-за брата сделан. Он называется откидной. То есть, он полностью, почти обезжирный. Они его считают обезжирным. Но какой-то процент жирности там есть, конечно. Потом, что еще. Ну, масло не обязательно льняное. Можно оливковое, подсолнечное, нерафинированное. Оливковое, конопляное. Рыжиковое. Ну, масел очень много. Я просто мало какие пробовал. Рыжиковое я пробовал. Горчичное пробовал. Кокосовое. Также можно баловать себя орехистой пастой. Она без сахара. Ну, есть и с сахаром, конечно. Но я беру, который без сахара. Я сейчас говорю не про похудение. Я говорю не про правильное питание. А про то, как обогатить свой рацион нужными жирами и белками. Бельки можете получить с куриного мяса, из мяса индейки. Из мяса говядины, свинины, баранины. Также из мяса свинины, курицы, можете получить жиры. Индейка, насколько я знаю, она не сильно жирная. Но вот с куриной, с куриного мяса можно из голени. Из куриной голени можно получить жиры. Также из свинины, из баранины. Это насыщенные жиры. Они насыщенные из масел. Я уже беру, ческоподсолнечные, льновые, рыжиковые, горчичные. Включите свой рацион жиры. Выпивайте по ложке, прям вот наливайте столовую ложку масла льняного и с утра перед завтраком выпивайте. Либо если у вас проблемы с желудочно-чишечным трактом из-за этого, то добавляйте его в пищу. Это очень вкусно. Только не жарьте на нем. На нерафинированную жарить нельзя. Ни в коем случае. Жарить надо на рафинированную. Без запаха, которая... И вообще жарить не очень полезно. Ну, так как мы сейчас не говорим про полезность и про похудение, то жарить можно только на рафинированную. А нерафинированное, оно для салатов подходит. Для салатов, для всехих холодных блюд. Для холодных, ну, не сильно горячее добавлять, может, в готовые блюда. Но ни в коем случае не жарить, не запекать в духовке, в микроволновке, нигде, не мультивар. Нигде. Яйца куриные, где-то я читал, что их опасно, типа, есть каждый день. Сам я уже где-то года 3-4, наверное, съедаю по 2 яйца в день стабильно. Раньше ел одно яйцо с жутком, а другое только белок. Но сейчас ем 2 яйца с жутком. Ничего страшного. Их можно и больше съедать. Просто жира можно перебрать и лишнего жира набрать. Кокосовое масло очень вкусное. Добавлять его можно и в гречку, и в овзянку, да и в любое блюдо, и в макароны. Это был канал Хочу Жить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok